Здравствуйте! В эфире телеканала «Волгоград-1» главные события 2023 года в студии Ксения Клоскова. Мы продолжаем подводить итоги минувшего года. И сегодня вспоминаем главное событие для педагогического сообщества региона – конкурс «Учитель года». Об этом наш следующий сюжет. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2023» стартовал в Волгограде на площадке гимназии номер 17 в Рашиловском районе. За звание лучшего поборются более 30 педагогов со всей Волгоградской области. В 2023 году этот конкурс имеет особое значение для всего педагогического сообщества нашей страны. Именно потому что 2023 год – год педагога и наставника, именно поэтому конкурсом профессионального мастерства в этом году будет особое внимание. Надо сказать, что мы всегда в профессиональном сообществе во все времена любили и очень любим эти конкурсы, потому что это возможность не только какому-то педагогу показать себя, сделать существенный шаг в своей профессиональной деятельности, в своей карьере, но это еще всегда площадка по обмену практиками. Так, от гимназии номер 17 участие в конкурсе принимает учитель географии Елена Белогривцева. Это школа ее первое и единственное место работы. Преподавать сюда Елена Сергеевна пришла еще студенткой и с тех пор воспитала целую плеяду талантливых выпускников, среди которых есть и те, кого, примеру, учитель вдохновил стать педагогом. В конкурсе учитель года Елена Сергеевна участвует уже не в первый раз, и для нее это в первую очередь возможность получить новые знания и поделиться своим опытом. Я принимала участие в нескольких проектах всероссийского уровня, участвовала в конкурсе всероссийских проектов «Моя страна, моя Россия» два года назад, и победила там со своей командой учителей. Мы заняли первое место за проект «Учить учителей учить». Так что нам есть что рассказать, есть с чем поделиться, и мы будем узнать, мы будем рады узнать что-то новое. Среди участников и учителей химии гимназии номер 5 Ворошиловского района Волгограда Оксана Геннадьевна Лябина. Профессиональный стаж педагога составляет уже порядка 20 лет, 9 из которых Оксана Геннадьевна преподает в 5-й гимназии. Учитель года для нее не просто профессиональный вызов, но и большое пространство для совершенствования своих навыков. Решила еще раз поучаствовать, попробовать свои способности, попробовать свои возможности. Учитель года дает нам, как педагогам, проявить себя, получить новые знания, получить новые умения, как наши ученики. Группа поддержки – это в первую очередь педагогический коллектив, группа поддержки – это в первую очередь наш директор. Но и самое главное – группа поддержки – это мои ученики, мои ученики 11-го класса, все мои выпускники. Участникам конкурса предстоит пройти целый ряд испытаний, среди которых проведение открытого урока, внеурочных занятий, мастер-класса, создание и защита собственного образовательного проекта и другие задания, призванные максимально полно раскрыть творческий потенциал и профессиональные навыки. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». А сегодня в нашей студии проректор по инновационной деятельности Волгоградской государственной академии последипломного образования Ольга Сергеевна Карпа. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем сначала. Что собой представляет конкурс «Учитель года» и насколько он важен для нашего педагогического сообщества, не только региона, но и всей страны? Конкурс – это некое такое педагогическое состязание ежегодное, которое проводится на федеральном и на региональном уровнях. Что он собой представляет? Ну вот в чем особенность деятельности учителя? Он всегда дает урок. Соответственно, на конкурсе это всегда открытый урок, это всегда какое-то представление своего опыта, это воспитательное мероприятие. По итогам, например, региональных конкурсов, регионального конкурса выбираются два победителя, один из которых представляет регион в этом году, а следующий едет на следующий год, представляет наш регион на федеральном конкурсе. В чем же значимость? Конкурс значим не сам по себе. Это не конкурс ради конкурса. Важно то движение, которое формируется до конкурса педагогическое и после конкурсное сопровождение непосредственно. То есть это некое такое сообщество педагогов, которые прошли уже конкурс, которые помогают и наставляют молодых педагогов, те, кто будет участвовать в конкурсе. И, наверное, в нашем регионе очень хорошо развита именно эта история, связанная с педагогическим сообществом. Активные, молодые, опытные педагоги все вместе объединены и обмениваются своими практиками. Это очень круто. Когда Волгоградская область впервые приняла участие в конкурсе и сейчас уже не первый год участвуем, насколько повысился уровень наших педагогов? В конкурсе Волгоградская область приняла участие первый раз более 30 лет назад, еще в 90-е годы, потому что самому конкурсу уже более 30 лет. Но, наверное, самым нашим таким большим успехом был. В 2019 году Лариса Рачишвили стала абсолютным победителем конкурса «Учитель года», достойно представив наш регион. Но хочется отметить, что и до этого, в 2016 году у нас Евгений Ковалев, учитель химии 5-го лицея, вошел в пятерку и стал победителем этого конкурса на федеральном уровне. И в 2017 году Байкалов Петр Васильевич стал лауреатом, то есть вошел в пятнашку конкурс. Некая такая традиция у нас сложилась в регионе вот таких вот ярких звездочек наших педагогических. Ну, то есть, да, Волгоградская область традиционно показывает себя хорошо. И давайте вот еще о чем поговорим. Насколько потом развита вот эта система наставничества, когда педагог, который принял участие, занял какое-то место, уже начал делиться своим опытом с коллегами? Значит, действительно, это очень развита, как я уже говорила и отмечала, что есть такое педагогическое сообщество. Мы там все вместе с педагогами. И когда приходит в школу молодой педагог, самое главное у него что, закрепиться на этом месте работы, да, и найти себе место для реализации. Вот это место для реализации как раз-таки и есть сообщество, потому что он находит там себе друга, наставника, коллегу, с которым можно поделиться своими проблемами, какими-то радостями и так далее. И главное, что происходит такое вот неформальное взаимодействие. Вот это очень важно. То есть, с одной стороны, происходит обмен практиками в рамках подготовки конкурса, а с другой стороны, обмен практиками в рамках других образовательных мероприятий, которых у нас в регионе для педагогов тоже очень много. Раз уж мы заговорили об образовательных практиках, но все равно конкурс – это общение педагогов со всей страны. Вот насколько развита вот этот момент, когда педагог заимствует что-то у коллег, что-то улучшает? Вот я всегда говорю, что нельзя заимствовать педагогическую технологию или какой-то прием в готовом виде, потому что мы все разные. Заимствуется некая, наверное, идея, мысль, которую ты выносишь после вот тех мастер-классов, которые показывают на федеральном или на оригинальном уровне. И надо сказать, что смысл-то педагога и наставника, методиста не в том, чтобы в готовом виде взять, а в том, чтобы преобразовать через свою деятельность и потом это пустить в массы уже на регионе. Вот у нас такие есть яркие педагоги, кто очень достойно это делает и, скажем так, спускает те идеи, которые есть на федеральном уровне до нашего конкретного учреждения. В адаптированном виде, в подходящем для нас. Да, в подходящем для нас, для нашего региона, для разных педагогов. А что можно сказать о выступлении Волгоградской области в этом году на конкурсе? В этом году у нас принимал участие прекрасный учитель истории из Новониколаевской школы Денис Судаков. Он показывал прекрасный урок по Ивану Грозному. И, кстати, он есть тоже в сети, его можно посмотреть на сайте Учитель года России. И Денис показывал также воспитательное событие, посвященное репутации. Тоже очень интересно, все могут посмотреть и оценить, какие высокие профессионалы у нас на регионе. Что значит воспитательное событие? Воспитательное событие, ну, по сути, если по-старому говорить, классный час. И тема им была жеребьевка, и тема попалась Денису непосредственно репутация. Вот, поэтому за неделю было сделано, смоделировано, ну, как бы разработано это событие или классный час. И уже с незнакомыми детьми Денис показывал в Московской области в этом году. То есть я правильно понимаю, в сам конкурс входит открытый урок, по-старому сказать, классный час. А что еще? А дальше, следующим этапом уже, если выбирается пятнашка. Пятнашка – это лауреаты. Лауреаты у нас уже показывают, в этом году показывали мастер-класс, они участвовали в педагогическом совете, некое такое обсуждение дискуссионного какого-то вопроса. Дальше выбирается пятерка, это уже финалисты. Финалисты для них тоже особое конкурсное мероприятие, и потом, соответственно, выбирается один абсолютный победитель. А вот что ждет наших участников в Москве? Каждый раз это какие-то новые конкурсы? Здесь, наверное, не Москва, а знаете, как происходит? Я имела в виду на федеральном уровне. На федеральном, да. Значит, на федеральном конкурсе те же самые конкурсные мероприятия, что на регионе. Потому что мы стараемся состыковать то положение, которое на федеральном, чтобы наши участники, которые уже выиграли, он понимал, что его ждет в дальнейшем. Понятно, что бывают изменения, но здесь мы уже по ходу готовимся к новым условиям, скажем так. Ну, в общем и целом, педагог уже представляет, что его ждет, представляет, как ему себя вести. Но, наверное, не просто это с детьми и с новыми. Это на самом деле очень сложно, потому что в этом году конкурс на федеральном уровне был в гимназии Примакова. Это понятно, что это одаренные дети, дети, которых уровень очень высокий. И, конечно, когда разрабатывал Денис урок, то варианты разные были. И пойти и план А, и план Б, и план С. А там уже все зависит от того, как он сможет сориентироваться, симпровизировать. Потому что всегда это импровизация, открытый урок. Ну, в конечном итоге. Хорошо подготовленная импровизация. Как в итоге хорошо подготовленная импровизация сработала? Ну, надо сказать, что в пятнашку мы не вошли в этом году. Ну, это ничего страшного, это нормально. Но жюри отметила, что достаточно высокий профессиональный уровень. И здесь, знаете, немаловажно в том, что Денис, когда... Ну, и любой участник, который возвращается к нам в регион, он нам здесь очень сильно помогает в различной методической истории. Денис уже к нам приезжал и с мастер-классами в Волгоград. Я напомню, что он из Новониколаевска. И с различными мастерскими. И очень сильно помогает нам такие мероприятия проводить по обмену. Ну, вот по опыту наши педагоги разбивают такой тоже стереотип, опять же, что хорошие педагоги есть только в областной столице. Но нет, у нас много очень педагогов из региона, которые показывают стабильно высокие результаты. Да, смотря какие стабильные высокие результаты в подготовке к единому государственному экзамену или профессиональных конкурсах, у нас очень яркие педагоги практически во всех муниципальных районах. Вот сейчас я на скидку даже не вспомню, но сегодня почетными грамотами комитет образования награждали, например, педагога из Новой Анны, Соломатину, Галину, из Ленинского района, из Средне-Охтубинского района. Поэтому мне кажется, что это просто я сказала сейчас то, что вспомнилось, а на самом деле их намного больше. На самом деле их много, и педагогическое сообщество у нас очень сильно. Да, и очень важно, что действительно далеко добраться до Волгограда, но эти педагоги, они создают эти сообщества у себя в муниципальных районах. Вот в том же Новониколаевском районе, это невероятная у них такая атмосфера. Мы туда ездим каждый год с мероприятиями, и вот он и результат. Денис, который победил на регионе и поехал уже в Московскую область. Ну а потом он поделится, опять же, своим опытом с коллегами, и все станет, еще сильнее станет наше сообщество. Да, конечно, конечно. Укрепляется такими кадрами. Да, вот смысл вот этих конкурсов, вот в этом и есть. То есть это как бы толчок к тому, чтобы дальше пошло вот это вот развитие педагогических кадров, ну, педагогов. А вот у нас в регионе было такое, когда участник, участник конкурса «Учитель года», он поучаствовал раз, ну вот что-то не пошло, собрался силами на следующий год, и результат стал уже намного лучше. Да, у нас несколько таких учителей есть, мы, конечно, их знаем, любим. Например, Сергей Ковалев, это 77-я школа, учитель русского языка и литературы. Он у нас, по-моему, два раза участвовал. И в последний год, во второй раз, он уже вошел в пятерку на региональном уровне. У нас есть еще учителя, я сейчас не помню, как зовут, но в общем... Ну, в общем, учителя такие есть, да. И знаете, какая мотивация участвовать в конкурсе таких учителей? Не победить. Нам стало скучно. Мы хотим дальнейшего развития, нам нужно вот это вот движение. Движение, общение. Да, и они идут в конкурс целенаправленно, чтобы выйти из этой зоны комфорта, потому что потом после конкурса понятно, что это усталость, это всегда какая-то эмоциональная, очень тяжелая история. Но ты возвращаешься в школу, и у тебя горят глаза. А самое главное, вот это дети, которые на это тоже, ну, как бы реагируют. Возвращаешься таким одухотворенным. Да, да, да. И вот ради этого конкурс, он и проводится. Это замечательно. Скажите, что бы вы пожелали и волгоградским педагогам, и вообще всем волгоградцам в Новом году? Я бы пожелала не останавливаться на месте. Всегда идти и двигаться вперед. Задавать вопросы к окружающему миру и искать на них ответы. Потому что самое главное, это наше развитие. Развитие, и в Новом году оно не должно останавливаться. Оно никогда не должно останавливаться. Спасибо вам большое за беседу, за теплые слова. Я напоминаю, что мы подводим итоги года. И сегодня мы говорили о конкурсе «Учитель года» в студии Ксения Колоскова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok